В ночь на праздник Пасхи. В подмосковных мытищах группировкой Реввоенсовет был взорван памятник Николаю II, а церковь, стоящая рядом, серьезно пострадала. Путевую церковь-дворец возвел царь Алексей Тишайший в честь своего сына Петра. С тех пор каждый представитель династии Романовых проводил в ней часы молитвенного уединения. Николай II стоял здесь службу незадолго до своей коронации. Следующей ночью царевна во сне увидела, как будущий царь выходит из столба дыма и гари и входит в церковь без купола. Пророческий сон сбылся через сто лет. Почему в подмосковных мытищах несколько сотен лет подряд убивают людей? Все древние ритуалы – это человеческие жертвоприношения. Живую или мертвую воду разливают на чаепитиях. Здесь в данном случае показывают, что вода несет только себе негативную ситуацию. Почем царская корона на мытищинском рынке? Эти мытные места, как золотые фриски, со всех сторон притягивали к себе разбойников. Тайная история прошлого и настоящего криминального подмосковного района. Мытищинский маньяк. Название фильма, снятого в 2005 году. Кто бы мог подумать, что пройдет несколько лет, и в этом городе появится преступник, который не просто повторит сюжет фильма, но и превзойдет придуманный сценарий. Когда мы нашли первый женский труп и отдельно лежащую голову, подумали про несчастный случай. Смущало только то, что железнодорожные пути были тупиковые, старые, ржавые. История повторилась. Люди начали беспокоиться. По городу поползли слухи. Второй труп также обнаружил железнодорожных. И также голова лежала рядом, отдельно от тела. Провели расследование. Но расследование показало, что не могла женщина подпасть. Даже потепло. На полуразобранных мытищинских путях стали появляться новые женские трупы с отрезанными головами. Словно по ним проехал невидимый поезд. Мы не выпускали детей. Мы их забирали из школы, из детских садов. Мы во двор их не выпускали. Забирали в 6 часов. До 6 часов они гуляли у нас в основном. Ходили, патрулировали дворы, улицы. Ходили втроем, вчетвером. Местные жители решили, маньяк кто-то из своих. Тот, кому доверяют и кого не боятся. Он здесь жил, наверное, или снимал квартиру. И район знал, наверное, поэтому как бы незаметен он был здесь. Однажды милиция объявила – преступник найден. Все, наконец, облегченно вздохнули. Начался процесс. Приговор был страшен. А через неделю опять найдена была голова на пересечении железной дороги и стрелки. Что же тянуло убийцу на перекрестке путей? Люди издревле селились в мытищах. Слово «мыт» означает налог, деньги. Отмытые, заплаченные за переход границы. Первыми торговыми путями на Руси были реки. У истоков Яузы находился старинный волоковой путь. Здесь стояла первая московская таможня. Торговых судов проходило много. Да, действительно, на Яузе велась активная торговля. Но чревато это было чем? То, что эти мытные места, как золотые прииски, со всех сторон притягивали к себе разбойников. Те, в свою очередь, нападали, избивали торговцев. Так значит, здесь уже в древности страдали, попадали в плен, бесследно исчезали и приносились в жертву невинные люди. Все древние ритуалы – это человеческие жертвоприношения. Животных стали приносить жертву гораздо позже. Для того, чтобы совершить настоящий сильный ритуал, нужно было принести жертву человека. Сейчас для нас это звучит дико, но в те времена это было нормой. Человек из другого племени или из другого народа не считался человеком. Разбойниками считали лесных людей, чухонцев, одно из финно-угорских племен. Они селились по лесам, ловили зазевавшихся странников, нападали на обозы и грабили речные корабли. У финно-угорских колдунов, племен, проживавших на территории современной Москвы, существовали специальные ритуалы, направленные на то, чтобы ограбить путников. С помощью этих ритуалов останавливались лошади, приводились смятения люди и совершался грабеж. Но самым страшным обрядом был заговор трех дорог. На определенное место накладывалось заклятие, и кто бы ни проходил мимо, редко сохранял голову. Отголоски этого заклятия трех дорог можно встретить до сих пор. Например, в русских сказках. Если вы вспомните прискуску, налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, голову положишь. Как же проводился этот страшный обряд? В полнолуние колдун Карга с посохом выходил на лесную развилку. Ему помогали тричухонца, которые вставали на перепутье трех разных дорог. Они вставали на четыре стороны света с факелами в руках, и начинался обряд приманивания путников. Совершая магические действия факелами, колдун начинал шептать заклятие. Рано или поздно путник появлялся. Его неведомые силы влекло в руки к своим врагам. По знаку колдуна помощники нападали и связывали путника веревкой, свернутой в петлю. Затем отрезали голову жертве и, бросив в яму на перепутье трех дорог, закапывали. А тело скидывали в канаву. С этого момента проклятый перекресток становился приманкой для путников. На нем начинались все неприятности, которые вели или к нищете, или к гибели. Для того, чтобы заколдовать перекресток один раз и на долгие-долгие годы, совершалось человеческое жертвоприношение. После этого проведенный ритуал можно было в любой момент вызвать коротким заклятием. Обычно это делалось в том районе, где проживало племя колдуна, для того, чтобы получить власть над дорогой. Тайные места древних языческих заклинаний сохраняют свою магическую силу столетия. Современным магам очень просто найти такой перекресток. Они ощущают его страшную энергетику и даже способны пользоваться ею. Когда мы повторяли этот ритуал уже в наше время и проверяли, что чувствуют люди, когда попадают под действия подобного обряда. Естественно, никакую голову мы не использовали, мы использовали подобие, что в магии, в принципе, вполне допустимо. Мы обнаружили, что человек, который подпадает под действия заклятий, теряет над собой контроль. Он не может принимать быстрое решение. Он испытывает некое оцепенение такое, которое позволяет использовать это его состояние для того, чтобы напасть и легко его победить. Такие опыты поражают воображение. Но они реальны. Возможно, в таких местах черные маги проявляют свои самые страшные способности – подавление воли другого человека или животного. К сожалению, мне не удалось в этих экспериментах добиться полного эффекта оцепенения человека. Тем не менее, люди в таком состоянии уже не могли выполнять какие-либо охранные функции и становились легкой добычей. Особенно учитывая то, что нападали на них все-таки не кулдуны, а воины карге. На животных же этот ритуал действует гораздо сильнее. Животные просто останавливаются на месте, парализованы ужасом. Никакие усилия не могут сдвинуть их с места. Когда судоходство по Яузе прекратилось, сбор мыта был переведен в Москву, а место, где некогда собирали подорожный налог, стало называться мытищем. Заклятые местными грабителями перекрестки соединились на Ярославском тракте, а черная сила продолжала работать. Возможно ли снять страшные заклятия с этих мест? Смотрите далее. Последствия языческой магии. Люди издевались над иконами, рубились кресты. Почему мы боимся перекрестков? В некоторых местах оживает кармическая память. Какой бог повелевал русскими царями? Иван Грозный замаливал свои грехи в Троицком монастыре. На перепутье дорог и водных путей, недалеко от старинного языческого капища, первым возникло село Тайнинское. Разрушил капище Чернобога и построил новое село сын князя Владимира Храброго Ярослав после крещения Афанасий в 1402 году. Славянская культура достаточно сложная. В чем-то она похожа на культуру индусов. Например, мы знаем, что индусский бог Вишну имел воплощение Аватара, Кришну. Точно так же Чернобог. Чернобог – это воплощение Велеса. Но нельзя сказать, что эти два божества одинаковые полностью. Нельзя о них говорить как об одном. Потому что это именно разные проявления. По рукописным свидетельствам, дошедших до наших времен, князь Афанасий Ярославский был очень жестоким человеком. В селе Тайнинское то и дело раздавались стоны казненных им язычников, почитателей Велеса. Как известно, царь Иван Грозный замаливал свои грехи в Троицком монастыре, дорога к которому проходила через именно это село. Ярославский тракт тогда находился западный в течение нескольких столетий. В районе современных мытищ Иваном Грозным был построен деревянный дворец для отдыха и дорожной церковь Николая Чудотворца. Позднее это царское село стало одним из центров опричнины. Церковь была деревянной, и во время одного из нашествий там появился отряд иноземцев, который варварски уничтожил, разорил, сжег. Люди издевались над иконами, рубились кресты. Таким образом, не уничтожалось практически ни одно из священных православных мест. Малюта Скуратов и его главный тайный соперник Баскаков оставили в этих местах свои черные следы. В те страшные времена люди обходили село Тайнинское стороной. Опричников можно сравнить с черным орденом Ивана Грозного. Это не простая дружина или какая-то полиция, да? Это организация, которая воспринимала древние колдовские приемы и древние колдовские культы. Иван Грозный первым поставил государство и в первую очередь себя выше православной церкви. И этот политический акт, по мнению некоторых экспертов, был абсолютно языческим. Все те зверства, которые они творили, это было не только для того, чтобы контролировать лучше население, это было для того, чтобы умилостливить древних боков. Иван Грозный очень серьезно вообще относился к богам древности и хотел заручиться поддержкой не только православной церкви, православной стихии, но и поддержкой божеств древности. Грозный, признав себя главным над неразумным народом, собрал вокруг себя свиту черных ангелов, опричников. Зверские казни в древнем мире были широко распространены. С самого начала политики, истории царствования применялись ужаснейшие наказания. Сохранялись они еще и во времена Ивана Грозного. Например, колесование или четвертование, когда человека привязывали за все конечности к коням, кони их листали, чтобы они вскать, пустели с разной стороны, и человека буквально разрывало на части. Опричники исполняли любые приказы своего государя-бога, слепо подчинялись его кровавой воле. Наказание несли все – воры, убийцы, святотатцы и даже те, кто просто отказался уступить дорогу боярскому коню. Вопрос в том, что такие жертвы приносились в то время очень часто и совершенно без всякой нужды. Лично меня это наводит на мысль о том, что таким образом совершались гекатомбы. Это такие массовые жертвоприношения, которые должны были вынудить божества исполнить заказанное желание со стопроцентной уверенностью. Так значит, слепое подчинение Ивану Грозному – результат черной магии, которую использовал кровавый царь, набирая сил на перекрестке мытищинских дорог. Анастасия Бородина работает старшим администратором в мебельном магазине. Внушительную часть своей зарплаты женщина тратит на украшения. К тому же от бабушки Анастасии достались фамильные драгоценности, которые она с удовольствием носит. Однако при переезде в другой город украшения стали таинственным образом пропадать. В принципе, не так давно, но года три назад мы с мужем переехали в мытищи. И вот с самого начала, то есть буквально с первого дня, стали происходить какие-то вообще невероятные вещи, очень странные. Я не знаю почему, но у меня постоянно пропадают золотые украшения. Сперва пропал небольшой ларец с фамильными драгоценностями. Шкатулка скоро нашлась, но старинный бабушкин кулон из нее бесследно исчез. Честно говоря, грешным делом я подумала сначала на мужа. Но потом, в принципе, мы столько лет с ним вместе, и он достаточно хорошо зарабатывает. Он классный программист. И потом я начинаю думать о том, что он не мог этого сделать. Через несколько дней женщина надела золотые серьги и поехала на работу. Уже по дороге она обнаружила. Украшения таинственным образом исчезли. Но спросите у любой женщины, вы сами прекрасно понимаете, что потерять две сережки одновременно это просто нереально. И еще через неделю при покупках в супермаркете Анастасия потеряла перстень с полудрагоценным камнем. Она утверждает, что до приезда в мытище ничего подобного с ней не происходило. Золото обычно теряют тем, на кого сделан специальный наговор. Делают его обычно из банальной зависти. И так как Анастасия не может предположить, кто именно это сделал, то, скорее всего, следует полагать, что это сделали либо близкие знакомые, либо сотрудники. Скоро на шее Насти порвалась совершенно новая золотая цепочка с крестиком. Это был подарок мужа. Он узнал о пропажах и решил таким образом порадовать жену. Опасаясь потерять обручальное кольцо, женщина обратилась за помощью к специалисту. Все эти предположения не оправдались. Поэтому я задумывался, почему это все происходит именно в мытищах. Выяснилось, что на Анастасии Бородиной лежит кармическое проклятие. Кто-то из ее предков, будучи торговцем, провинился перед сборщиками налогов. Сработала энергетика бывшего мытного места. В некоторых местах оживает кармическая память. И, скорее всего, наша героиня, скажем так, неосознанно вспомнила свое прошлое воплощение и понесла некую плату за какие-то свои грехи. Колдун посоветовал женщине сделать пожертвование в церкви, а затем съездить к истокам Яузы и бросить в воду несколько монет. Сам специалист провел тайный обряд очищения. Мы уже думали, что действительно, может быть, стоит переехать. Но, честно говоря, пока на московскую квартиру, тем более, хотелось бы хорошую квартиру, мы пока еще не заработали. Поэтому я приняла такое решение год назад обратиться к колдуну для того, чтобы он мне помог. И он действительно мне помог. Что же помогло Анастасии избавиться от потерь? Возможно, что первая попытка снять проклятие трех дорог была проведена царем Алексеем Михайловичем Тишайшим. Тяжело было передвигаться по дорогам того времени. Многочисленные разбойники ждали на каждом углу. Легко было потерять и товар, и голову свою. По пути на Богомолье, в Троице-Сергиеву Лавру, царь часто ночевал в будущих мытищах. Узнав о чухонском проклятии, царь приказал поставить большую каменную церковь во имя Пресвятой Богородицы Владимирской. Здесь у его жены Натальи было видение, что она беременна будущим наследником. В принципе, беременные женщины, конечно же, обладают особыми чувствами. Сверхъестественными, обостренными чувствами. В частности, обостренными экстрасенсорными чувствами. Это дается человеку на определенный период, как следство самозащиты. Спустя некоторое время на свет появился мальчик Петр Алексеевич. Царица, вынашивая его, видела в своих снах каменные высокие дома и прямые проспекты, о которых в деревянной России и понятия не имели. Петр вырос одержимым европейскими новшествами. По его приказу из мытищинских деревень на строительство Санкт-Петербурга забрали всех мастеровых людей. Домой эти люди не возвращались. Царь Петр был на то время один из жесточайших наших царей. Все мы видели историю по фильмам, по книгам. Когда он шел к своей цели, буквально по трупам, не считаясь ни с кем, ни с боярами, ни с дворянами, ни с простым людям. Но так уж принято считать, что люди его считали своим благодетелем. Хотя это было далеко от истины. Проклятия сыпались на царскую голову. В народе его считали антихристом. Негативная энергия веками накапливалась в этих местах. И даже молебны в Тайнинской церкви по заказу царицы Анны не спасли царя-реформатора от страшной болезни. Смотрите далее. Как в наше время проявилось древнее проклятие трех дорог? Всего обезглавленных трупов на железнодорожных путях было семь. Что притягивает шаровые молнии в одно и то же место? Это уже говорит о том, что это место удивительное и аномальное. В чем сила громового источника? В Мытищах есть несколько перекрестков. Трех, пяти и семи дорог. На каждом из них по-прежнему происходят страшные преступления. Всего обезглавленных трупов на железнодорожных путях было семь. При проверке одна оказалась самоубийцей. Все остальные были нормальные, положительные женщины. Работающие, успешные. Что происходило, непонятно. Устроенные засады, проведенные нами, никаких подозрительным моментом не выявили. Доказательств не было никаких, хотя промелькнула оперноводка о том, что это казнь проститута. А тут еще этот божий странник появился. В один из осенних вечеров переодетые в путейцев полицейские в районе скрытого наблюдения заметили подозрительную личность. Легко одетый мужчина средних лет шагает по шпалам, как сам Намбула. Один из оперативников показывает на него второму. За спиной идущего появляется товарный состав. Человек на шпалах не реагирует. Тепловоз сигналит. Приближается. Мужчина идет, как ни в чем не бывало, даже не оглядывается. Оперативники не выдерживают, выскакивают из укрытия и бегут к странному прохожему. Тепловоз вырастает на глазах. В последний момент один из железнодорожников успевает оттолкнуть глухого и падает вместе с ним в траву. Состав проносится мимо. При проверке у этого психа не оказалось ничего в карманах, кроме маленького перочинного ножика. Но таким ножиком голову не отрубишь. Неизвестный не помнил своего имени и не знал, где находится. После беседы с оперативниками мужчина был доставлен в больницу, а позднее переведен в институт имени Сербского. Этот пациент вообще ничего не помнил и даже не осознавал, что с ним происходит. Он даже не вспомнил, как оказался на железной дороге в Матищево. В результате лечения память больного не улучшилась. Но психиатрическая экспертиза признала его нормальным и здоровым человеком. Необъяснимое исчезновение личности не такая уж редкая вещь. Это случается достаточно часто. Например, такими приемами владеют колдуны Вуду, сибирские шаманы. У финно-угорских племен есть специальные заклинательные песни, которые лишают человека разума и состояния управлять собой. Это часто называется состоянием измененного сознания. Скоро выяснилось, что подобные случаи с потерей памяти в районе Матищ происходили и раньше, и в том же месте, прилегающем к железнодорожному узлу. Известный случай, когда неподалеку от Матищинской платформы нашли мужчину, который потерял память. В России фиксировались обдукции. Что такое обдукция? Это похищение внеземными цивилизациями людей. Их вводили в регрессивный гипноз. Они говорили, что они находятся на каком-то космическом корабле и им вживают импланты. Действительно, под воздействием опытов, которые производят инопланетные цивилизации над людьми, после этих опытов люди часто теряют сознание и часто теряют память. Полицейским так и не удалось установить личность этого человека. Но подозрения в том, что он и есть мытищинский маньяк, с незнакомцем были сняты. Кем же был этот человек, имя которого значится в городском психиатрическом диспансере как безымянный номер 14? Глухие подмосковные леса всегда привлекали разбойников. Царские егеря ловили их. В наказание грабителям вырывали ноздри и отправляли на каторгу. Но злодеи появлялись снова и снова, как будто что-то притягивало их в эти места. Исследователи аномальных явлений впервые проводят замеры электромагнитного поля в районе мытищ. Уже в самом начале эксперимента приборы показали небывалую активность. При выезде из мытищ на Ярославское шоссе мы проводили измерения биолокационным методом с помощью рамок и были выявлены очень мощные биолокационные аномалии шириной от 150 до 400 метров. И они как раз попадают на те места аномальных зон, где чаще всего могли появляться вот эти разбойники. Может быть, преступники чувствовали в этих местах прилив энергии, которая блокировала в них страх перед наказанием и заставляла совершать свои злодеяния. Капищ Чернобога в России было очень много. Это одно из популярнейших божеств русского народа. Сейчас, когда идет возрождение неоязычных культов, все капища восстанавливаются и даже появляются новые. Не этому ли богу приносили в жертву путников? И что может остановить преступную энергию, бьющую здесь ключом? Любимая жертва Чернобога – это, конечно же, живая душа. Изначально человек. Впоследствии стали приносить животных, но считалось, что эта жертва слабая. Чернобог мог на нее не откликнуться. При приношении жертвы Чернобогу отрезалась голова. Все кровь выпускалась на черно-алтарный камень. Анастасия продолжает ходить к реке и опускать свой крестик в воду. Женщина утверждает, ее вещи перестали пропадать, а дела пошли в гору благодаря местной воде. Ну вот прошел уже год, спустя год. Знаете, я просто в шоке. Я не верю своим глазам, как у меня действительно ничего не пропадает. Легенда гласит, однажды в один из холмов под мытищами ударила молния, и в этом месте забил родник. Это происшествие было воспринято людьми как чудо. Родник назвали громовым ключом. Вода из него была вкусной и целебной. Громовой ключ на протяжении 200 лет служил местом активного паломничества. Именно с него и началась история Мытищинского водопровода. Верховье язвы край удивительный. Сюда часто попадают линейные молнии, и также часто наблюдаются шаровые молнии. Это уже говорит о том, что это место удивительное и аномальное. С появлением ключа в этих местах перестали пропадать люди. Старожилы до сих пор ходят к ключу, чтобы набрать воды. Громовый источник освещал местный батюшка Дмитрий Иверский. И потом этой водой освещал все перекрестки. Начало новой истории Мытищ было положено именно с момента освещения источника и долгого крестного хода вокруг Мытищ. Но насколько это помогло? Здесь очень мощная энергетика воды. Рядом с этой рекой нельзя отдохнуть. Это место настолько мощное и негативное, потому что здесь уходишь, как будто прошлое. Здесь ты находишь такое место, как будто разрушение идет, негативное идет. Тем не менее, сток реки Яузы издавна славился отменно вкусной ключевой водой. Отсюда в 1779 году по указу Екатерины Великой началась прокладка первого российского водопровода в Москву. Москва развивалась. Появлялись первые мануфактуры, стоки, из которых шли в Москву реку, которая была загрязнена настолько, что вода становилась непригодной для питья. И бочка питьевой воды в центре города стоила порядка 50 копеек. На те времена невероятные деньги. Поэтому воду решили брать из речки Яузы, которая была чиста. Мытищинская вода потекла в Москву 28 октября 1804 года. Кирпичный акведук протянулся на 20 верст. Через каждые 200 метров на галереи были устроены смотровые колодцы, чтобы следить за исправностью водопровода и своевременно его чистить. Водопровод шел через все мытищи по левому берегу Яузы, пересекал реку в районе Ростокина, шел через Сокольники и бил фонтаном в районе Трубной площади. Такие же фонтаны позднее появились в районе Сухаревской и Коломенчевской площадей. Строили акведук солдаты московского гарнизона. Но при постройке проектировщики допустили серьезную ошибку. Скважина была прорублена на месте проклятия. Вода пошла из верхнего слоя, с того самого уровня, на котором был расположен страшный перекресток. Это не была бытовая случайность. Это было связано с энергетикой водой, потому что у воды есть разрушительная сила. Когда я работаю с рамками, рамки мне просто показывают, на какую сторону вода несет энергию, позитивную или негативную. Здесь в данном случае показывают, что вода несет только себе негативную ситуацию. Водопроводная вода быстро протухала, а все, что попадало в нее, начинало гнить. В скором времени деревянные лежни в водонапорной части каменной галереи пришлось заменить. Помехи происходили не просто так, потому что энергия води настолько мощная, нужно было специальное разрешение высшим силам, чтобы использовать для битвы и для строительства. Поскольку это не было использовано, и люди просто обращались как обычной водой, поэтому постоянно получалось разрушение, постоянно получалось дополнительные отработки для строительства. Экстрасенсы считают, последствия неправильно вычисленной точки для забора воды невозможно искоренить до сих пор. Вода имеет сильную память, и очистить проклятую воду невозможно до сих пор. Смотрите далее. Почему мытищи считаются малой родиной грабежа? Мощные негативные поля энергетики, которые сохранялись там, могли воздействовать на абсолютно любого человека, который попадал в это место. О чем просят умершие? Они либо предупреждают о чем-то, либо пытаются какую-то донести информацию. Как объяснить трагедию и спасение от казенного дома в судьбе промышленника и мецената Саввы Мамонтова? Ну, однако, ему удалось избежать суда. Поговаривали, что не без помощи черной магии. Всем знакома эта картина. Сегодня существует более 15 вариантов мытищинского чаепития. А ведь это уже новая веха в древней жизни мытищ. Губернатор Алексеев повелел отремонтировать устаревший водопровод. Он хотел довезти до царского двора не тухлую воду акведука, оживительную влагу гремячьего ключа. Идею водопровода подсказал Николаю Распутин. Он интересовался водопроводом, следил за его постройкой. Он утверждал, что только эта вода могла исцелить наследника от смертельной болезни. Николай II был настойчив. Он мечтал получить мытищинскую волшебную воду в свой дворец. Но только живую. Водопровод модернизировали построили водоподъемную станцию. Воду стали подавать в Сухаревскую башню. Заработали фонтаны на Лубянской, Театральной, Боровицкой и Варварской площадях. Здесь энергетика настолько плохая, не только от воды идет, еще энергетика вот это захоронение, кладбищи. Поэтому для сейчас людей, которые живут в этом округе, для них не будет ничего такое позитивное. Здесь как будто другой мир заходишь, как будто портал открывается, особенно рядом с водой. Известно, что царевич Алексей, болевший гемофилией, получал облегчение после принятия ванн и питья воды, поступавшей из мытищ. Все ждали, что чудотворная вода избавит его от старинного наследственного проклятия. Но чудо не произошло. У Ольги Чернышевой с детства была больная некрасивая кожа. Над девочкой смеялись одноклассники. Из-за этого Оля даже перешла в другую школу. Повзрослев, девушка обратилась к врачам, но лекарства не помогали. Я так переживала, меня родители успокаивали, говорили про гормоны, про переходный возраст, то, что подрастешь, все пройдет. В дискотеке я никогда не ходила. Парней у меня тоже не было. Бабушка и дедушка Ольги до старости работали в МОЗ Горводоканале. Они утверждали, что все болезни происходят от той воды, которую люди пьют. Поэтому в доме Ольги питьевую воду всегда кипятили. Однажды к нам пришла бабушка и сказала, что моя плохая кожа это ее грех. И расплакалась. Она работала агитатором и сочиняла частушки про царей и его детей. Однажды она нам спела ее. Николай II Романов предваритель хулиганов. Ему надо бы на воды полечить себе уды. Родители девушки успокоили старушку и она ушла. Но Ольга запомнила слова бабушки и задумалась. Однажды девушка увидела по телевизору сюжет об открытии в Подмосковье памятника последнему царю. Я услышала по телевизору о том, что есть приметы, если подойти к памятнику и тронуть его, то есть загаданное желание, оно сбудется. Бабушка Ольги к этому времени уже умерла. Но как-то ночью она приснилась девушке. Попросила снять грех с ее души и помолиться памятнику. Если мертвые люди приходят к вам в сон, нужно обязательно поставить свечку за упокой или заказать сорока уст. Потому что, как правило, они либо предупреждают о чем-то, либо пытаются какую-то донести информацию. А если вас просят о чем-то во сне, нужно обязательно это выполнить. В ближайший же выходной Оля села на электричку и поехала в мытище. Памятник она нашла не сразу. Многие местные жители даже не слышали о таком. И все-таки ей повезло. Один из прохожих объяснил девушке, как до него добраться. Когда я нашла памятник, я растерялась, не знала, что делать. И тут какая-то женщина протянула мне молитву за святое семейство. Я ее просто прочитала. Через несколько месяцев от чудовищной сыпи на лице не осталось и следа. Ольга Чернышева оказалась красавицей и сегодня не испытывает недостатка в мужском внимании. Возможно, ее бабушка была связана с поруганием царя. Этот грех отразился на ее роде, в частности, на ее внучке. Проблемы появились со внешностью. Но когда грех был отмолен, проблемы разрешились практически сами собой. Как же связан памятник царю с очищением души и тела больной девушки? Иван Угарин каждый день обходит эти пути. Он помнит, как здесь недалеко снимался фильм «Матищинский маньяк». Съемочная группа стояла здесь, на платформе, с краю. Главный герой здесь, под мостом. Я был на мосту. И смотрю, спустя какое-то время появился незнакомый человек. Ну, ничем не примечательный. И стал пробираться к людям. К главному герою фильма Цыганкову прямо во время съемок подошел мужчина и попросил автограф. Съемочная группа была в шоке, ведь все пути к съемочной площадке были перекрыты. Он был неприметный, такой улыбчивый, совсем вежливый. Его вежливость парализовала участников съемочной группы. Не сказала ни слова и второй режиссер, а ведь она никому не давала спуска на площадке. Но во время внезапного перерыва женщина почему-то как будто остолбенела. Она пришла в себя лишь после ухода незнакомца. Ну и потом исчез, как-то это никто не заметил, потому что он ничем не выделялся. Через три месяца после инцидента на месте бывшей съемочной площадки нашли первый труп женщины. Маньяк из фильма шагнул в реальную жизнь. Железная дорога добавила на карту Матич в 20 веке еще несколько перекрестков. Эксперты уверяют, сила перекрестных путей может заработать, если опытный колдун вновь решится провести здесь обряд заклятия. в 1897 году в районе Матич был построен первый вагоностроительный завод, а потом проложено несколько железных дорог. Все это делалось под руководством Саввы Ивановича Мамонтова. Фигура великого российского предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова оставила свой зловещий отпечаток в истории местных бед. Сложная судьба была у Саввы Мамонтова. Он пережил время подъема и сильного спада. Он испытал на себе предательство, в том числе от кого он совершенно не ожидал, от Витте. Его обвинили в хищениях, на строительствах Архангельской железной дороги. Но, однако, ему удалось избежать суда. Поговаривали, что не без помощи черной магии. Савва Мамонтов имел дом на окраине Мытищ. Именно здесь проводила магические сеансы его тайная гражданская жена Мирянка по национальности. Среди рабочих ходили рассказы, что она вновь возродила обряды забытого чухонского племени. Такого рода заклятия достаточно просты в исполнении, но требуют большого вложения энергии. Работают они достаточно быстро, то есть иногда это буквально щитные дни. Достаточно, чтобы жертва пересекла заколдованное место и унесла с собой энергию наговора. До сих пор многие историки уверены, именно любовница Мамонтова навела порчу на судью, который вынашивал план упечь миллионера на каторгу. Она знала, что судья идет по Ярославскому тракту и стала ставить обряды на перекрестках. Не знаю, кто этим с ней занимался, но буквально за тот год, что Савва ходил под следствием, в это место стали стекаться различные маргинальные личности. Согласно легенде, именно по Ярославскому тракту проехал царь Николай в Лавру в полнолуние, когда колдунья вершила свой обряд. Возможно, конечно, что все это выдумки, но древние всегда считали, что не стоит появляться на перекрестках в полнолуние. Царь все-таки приехал по дороге, по той дороге, где наверняка лежала закопанная голова какого-нибудь страдальца. И после этого в течение нескольких недель он отказался от престола. Савва Морозов суда избежал, но от смерти не ушел, а через год закончилась последняя глава истории царской династии Романовых. В Матищах в районе села Тайнинское есть особо необычное мистическое место. Это кладбище, которое находилось рядом с бывшим путевым дворцом Ивана Грозного. Необычно оно тем, что по ночам в полнолуние там можно наблюдать процессию из духов. Там идут существа, образы, которые ведут за собой пленника в цепях. Направляется эта процессия в сторону памятника Николаю Второму. К сожалению, точное место, куда направляется эта процессия, проследить не удается, потому что при приближении человека духи растворяются в воздухе. В 1918 году Николай Второй и его семья были расстреляны большевиками в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. И началась кровавая сталинская эпоха. Смотрите далее. Как через столетия исполнилось страшное пророчество? Первого апреля раздался взрыв. Памятник внесло до основания. Почему Мытищи завоевали звание самого криминального района? Кровь живых существ это высокоэнергетическое материальное вещество. Куда исчез мытищинский маньяк? Я как раз в тот момент начала думать, что это может быть он. Памятник памятник императору Николаю Второму в Мытищах извояли в честь столетия коронации последнего российского государя. Памятник Николаю Второму был установлен 26 мая 1996 года. Но простоял он недолго. Через год, в 97 году, 1 апреля, раздался взрыв. Памятник внесло до основания. Были задеты соседние постройки. Жители соседних домов подумали, что взорвался газ или упал метеорит. Позже скульптор Вячеслав Клыков создал новый монумент, который был открыт в августе 2000 года. Существует легенда, что в день коронации супруге царя снился сон, как из облаков дыма выходит царь и скрывается в церкви без куполов. Так вот, эта церковь долгие годы стояла без куполов и только после взрыва ее стали ремонтировать. Но местных жителей этот инцидент не испугал. В прошлом веке они привыкли ко многому. Едва ли не с 17-го года в этих местах царили воровские законы. И негативная энергия этого места действует на каждого находящегося здесь. Даже начать задыхаться здесь. Я не могу долго находиться. такое ощущение, как будто болото. Горно схвачивает и начинает душить тебя. Здесь такое ощущение, что даже деревья, на них смотришь, нет в нем жизни. И люди здесь, которые живут, не очень благополучные. Согласно данным прокуратуры и полиции города, Мытищи в 90-х годах входил в тройку самых криминогенных городов Подмосковья. В чем корни этого явления? Конечно, место, где собиралась дань, где собирается мыт, несет с собой энергетику очень негативную. И эта энергетика будет сопутствовать этому месту. Конечно, очень продолжительное время. Сам город, конечно, не попадает полностью в эту зону. В этой зоне находится очень большой участок земли, где сейчас в основном располагаются торговые площади. Но все-таки это часть города. А поскольку это часть, то это может влиять в данном случае на целое. 13 сентября 1995 года в Мытищинском районе бандиты устроили перестрелку прямо под окнами районной администрации. Как раз тогда, когда там проходило совещание по вопросам борьбы с организованной преступностью. В том же году в городе были взорваны два кафе. А уже в следующем году начался отстрел лидеров местных бандитских бригад. Это тоже наша история. Шли бандитские войны, погибали многие авторитеты и обычные бойцы. Под горячую руку могли попасть любые люди. Апофеозом этих страшных времен стало появление маньяка. Жители этих мест потеряли сон, улицы опустили, но каждый месяц все равно появлялась новая жертва. Когда появились слухи о мантическом маньяке, я еще училась в школе. У нас был один старшеклассник, не очень приятный человек. Даже некоторые девчонки его побаивались. Я как раз в тот момент начала думать, что это может быть он. Может быть, пути, ведущие сейчас никуда, раньше использовались для каких-то страшных целей? Возможно, кому-то эти ржавые рельсы послужили пристанищем для нового кровавого ритуала. Обряды использовали человеческую кровь, потому что кровь живых существ это высокоэнергетическое материальное вещество. Оно просто необходимо для того, чтобы совершать сильное и долгодействующее колдовство. Такое колдовство может держаться несколько веков подряд и практически всю вечность, во всяком случае в человеческом понимании. Недавно в городе все-таки арестовали одного маньяка. Насильник нападал на молодых девушек в лифтах. Мужчина был помещен в психиатрическую клинику закрытого типа. К обезглавленным трупам на железных дорогах этот псих отношения не имел. Наше следствие к сожалению зашло в тупик. Убийства в Мытищах прекратились сами собой. Почему маньяк прекратил убийство? Куда он девался? Что произошло? До сих пор остается загадкой. Мытищинский маньяк до сих пор гуляет на свободе. Следователи уверены лишь в одном. Убийца вызывал доверие у большинства людей. Он обладал необъяснимой магией обаяния. Поэтому женщины так охотно шли за ним в свой последний путь на ржавые рельсы перекрестка трех дорог. Перекрестки, на которых совершались жертвоприношения, сохраняли большое количество энергии, которая вымещалась при этих самых жертвоприношениях. Мощные негативные поля энергетики, которые сохранялись там, могли воздействовать на абсолютно любого человека, который попадал в это место. Естественно, существуют люди, которые могут заходить в такие пространства специально, зная, как закрыться от их воздействия. Но если не знающий, неподготовленный человек попадает туда случайно, воздействие может быть абсолютно непредсказуемым, вплоть до пролеча и потери памяти. Сегодня в городе Мытище стоит церковь, построенная в честь первого наследника династии Романовых. А рядом с ней находится памятник последнему царю Российской империи Николаю Романову. Яуза это река, воды которой часто связаны с историей рода Романовых, а вода, как известно, является энергоинформационным накопителем. Она сохраняет всю информацию, которая когда-то была в истории. Если река была связана тесно с царским родом, а царский род это достаточно мощный информационный эгрегор, он, естественно, зарядил эту воду. И понятное дело, что Яуза является неким проектором вот этого, вот этой истории царской семьи Романовых. Тайная история царской династии мистическим узлом завязалась на старинном Ярославском тракте у истоков Яузы. Заклятые перекрестки современных мытищ очищены священной водой местных источников и, возможно, навсегда отмыты от проклятий древности. Но так ли это в действительности? Ведь мертвая вода по-прежнему течет в трубах этого города. Редактор субтитров А.Семкин